Эта кинотехника погружалась на дно океана, пряталась в дремучих лесах, поднималась к звездам. Кинооператоры, которые управляли камерами, показали, как выглядят бактерии, как устроен дикий мир животных, что такое невесомость и сила земного притяжения. Природа и наука. Многие их секреты сегодня раскрыты благодаря людям, которые связали свою жизнь со студией «Центр научфильм». Она сделала советское научно-популярное кино по-настоящему захватывающим и прославила его без преувеличения на весь мир. Это вид кинематографа, который решал свои проблемы в разных жанрах, в разных. Это могло быть мультфильм, это мог быть игровой фильм с актерами, это мог быть чисто документальный фильм, это мог быть фильм как техническое обеспечение каких-то проектов, это мог быть фильм путешествия, это мог быть фильм размышления. В том, что в СССР снимают качественное, увлекательное, научно-популярное кино, мировая общественность убедилась еще в начале 50-х годов. И произошло это во многом благодаря творчеству режиссера и сценариста Александра Сгуриди, который первый в стране стал снимать под водой, используя подводные камеры, гигантские аквариумы, передвижные электростанции и даже специальные суда для отлова животных. В середине 50-х была создана целая школа научных фильмов, которую признали лучшей во всем мире. А ее основы закладывались в России еще на рубеже 19-го и 20-го века. Особенно развивалось научно-популярное кино в доме Ханжонкова. Это первая в России студия по производству и прокату фильмов. Основатель и владелец, отец русского кинематографа, меценат и режиссер Александр Ханжонков. В его студии в период с 1911 по 1916 годы было создано около 500 художественных и 300 документальных лент. Одним из самых интересных фильмов в студии Ханжонкова стал научно-популярный фильм «Пьянство и его последствия», выпущенный в 1913. Помимо документальных кадров, на которых показывались ужасные отклонения в развитии у детей алкоголиков, в картине были и игровые сцены. Звезда немого кино Иван Мажухин изображал алкоголика, допившегося до белой горячки, который видит, как из бутылки вылезает черт. По тем временам – редкий спецэффект. Он осуществлен мультипликатором Владиславом Старевичем, который является основателем отечественной объемной анимации и школы спецэффектов. Владислав Старевич создал первый в мире сюжетный мультфильм, снятый в технике объемной анимации – «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами». Знания в области создания научно-популярных фильмов, накопленные в первой трети XX века, станут незаменимой базой для освоения новых технологий съемки в мороз, в неуносимую жару, рядом с клыками диких хищников, в условиях нехватки кислорода. Именно на такую работу ежедневно отправлялись операторы и режиссеры студии «Центр научфильм». Правда, сначала она называлась по-другому – «Мостехфильм». Официальный год основания – 1933. Эта студия была задумана как студия, которая поднимает квалификацию тех людей, которые работают с техникой. И был такой знаменитый кинокурс «Автомобиль», в котором куча серий была. Это для водителей кинокурс «Трактор». Это прикладное кинематограф. Именно тогда, в начале 30-х, на студию приходит молодой режиссер и оператор Александр Сгуриди, который увлекается съемками животного мира. В его фильмах-наблюдениях появляются сюжеты, где главные роли играют звери и птицы. Это человек, сугубо биолог по образованию. И он, по-моему, в ГИКе не кончал, только в ГИКе преподавал. Это все связано с животными. Это основное направление. Там было масса других. Картины получаются настолько зрелищными, что иностранные критики начинают обвинять авторов в том, что это постановка, а все животные дрессированы. Если вот именно брать какой-то, может быть, аналог с литературой, ну, если можно так себе позволить, то наше советское научно-популярное кино было такой литературой для всех какого-то доброго писателя. Вот это было наше советское научно-популярное кино. Ну, плюс некоторый, конечно, элемент партийно-правительственной, так сказать, непременно. Без этого было никуда нельзя деться. В годы войны студия меняет, так сказать, производственный профиль и название. Теперь это уже воен-техфильм, главная задача которого – создание учебных фильмов для армии и гражданского населения о защите и обороне в случае нападения врага. Студия не снимала реальную хронику войны. Это делали студии документальных фильмов. А здесь это было чисто научно-популярное для солдат. В 1945-м все возвращается на круги своя. Студию вновь переименовывают. На этот раз «Мос. Науч. Фильм». Наступила эпоха малокартинья. В игровом кино фильмов было мало, режиссеров было много. Многие из них пришли на нашу студию. И у нас работали режиссеры, которые снимали в свое время. Там «Сонька Золотая ручка». У нас появился оператор, который работал, брат Дзиги Вертова. Начинается новая эпоха. Создаются фильмы о науке, природе, искусстве и спорте. Все для массовой аудитории. За исключением одного направления. В 1947-м году на «Мос. Науч. Фильме» организовано секретное объединение, куда набирают молодых, здоровых, чаще всего холостых операторов, которым особо нечего терять. Кроме жизни. Им ставят задачу снимать ядерное испытание. Операторы, отправляясь на такие съемки, не думали о здоровье или смерти. Они делали свою работу. Вместе с летчиками кружили над взрывом, получая невероятную дозу облучения. Когда я работал, был начальником операторского цеха по фамилии Алексахин. Это был высокий такой мужчина, под 2 метра ростом, широкоплечий, и абсолютно лысый. То есть у него не было ни волос, ни бровей, ни ресниц. Из всего остального, чего полагается у мужчины быть на теле. Вот. Вот это как раз результат облучения, видимо, на вот этих вот полигонах во время испытания бомбы. Среди тех, кто рисковал своим здоровьем и жизнью, сохраняя на пленке ядерные взрывы, был оператор Махмуд Рафиков. На его счету съемки 40 опаснейших учений, которые проходили в середине 50-х. И только в 2011 году, после окончания срока секретности, Махмуд Рафиков получил высшую кинематографическую награду. Премию НИКО. Удивительно, что он снимал все атомные взрывы, он до сих пор жив. Хотя он тогда, вот я только-только пришел на студию, это был 58-й год, вот он тогда каждый год ложился в больницу. У него с кровью что-то было не в порядке. Операторы и режиссеры из секретного объединения Моснаучфильм снимали первых советских космонавтов. Их подготовку, старт и приземление. А для съемок в космосе операторскому мастерству обучались самих космонавтов. Тема освоения космоса стала приоритетной для студии Моснаучфильм в начале 60-х годов. Напомним, именно так в те годы назывался Центр Научфильм. Это знаменитая камера «Конвас-автомат», которая побывала в космосе. В августе 1961-го ее с собой на орбиту взял советский космонавт Герман Титов. Кадры, которые он там снял, стали частью фильма «Снова к звездам». Ленту без преувеличения посмотрел весь мир. На борту корабля «Восток-2» камера вместе с космонавтом сделала 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. Очень талантливы были мультипликаторы здесь, комбинированные съемки. Вообще, это очень интересно. Студия большая была, такая полномасштабная. Да нет, что хочешь, можно было делать. И павильоны свои, и лаборатория своя. Хочешь игровое кино, хочешь, не знаю, там, какое хочешь. Еще в 1946 году здесь, на «Мосмолучфильме», начались съемки серии географических фильмов. Руководил проектом Владимир Шнейдров, впоследствии первой ведущей телевизионного клуба кинопутешествий. Владимир Шнейдров принял участие в более чем 50 экспедициях. Снимал из борта аэроплана и с ледокола. Съемочная группа жила в палатках на вершинах гор и бродила по пустыням вместе с караванами. Выплыли на вот этом своем катерочке к какому-то племени, которые, в общем, никогда до этого белых людей не видели. Вот они живут там себе на этой территории и хорошо себя чувствуют. Едят иногда соплеменников в мелких таких локальных войнах. А тут какие-то белые люди, говорящие на не очень понятном им языке. Там был переводчик на один из 20 местных диалектов, а эти его не понимают. Ну и вот Георгий Александрович рассказывал, что в общем, могли сожрать. Владимир Шнейдров создал новую профессию кинопутешественник, проработав в ней до последнего дня. В 1973 году передача была переименована в Клуб путешественников. Ее стал вести Юрий Синкевич. В эфир программа выходила вплоть до 2003 года, благодаря чему и попала в книгу рекордов Гиннесса. В середине 60-х студия получает новое здание. Меняется и название. Теперь это центральная студия научно-популярных и учебных фильмов. Центр науч-фильм. Начинается новая история студии открытий, о которой мы обязательно расскажем. КОНЕЦ КОНЕЦ